Дети больше не хотят стать докторами, профессорами или спортсменами. Если вы их спросите, то они скорее всего ответят, что хотят стать так называемыми инфлюенсерами, геймерами или ютюберами. Цифровая революция изменила устремление молодых людей, а также их отношения к жизни. В настоящее время совершеннолетие означает открытие учетной записи в социальной сети. Родители все больше осознают эту реальность. Согласно социологическому исследованию, 85% родителей считают, что их дети ищут в социальных сетях признания. Они также подтверждают, что эта цель поглощает их до такой степени, что их трудно оторвать от экрана. Вот почему специалисты рекомендуют устанавливать лимиты. Дома должны быть правила, устанавливающие ограничения на экранное время. Следует выделить моменты не только для детей, но и для родителей и малышей. Мы также должны подумать о том, почему. Почему мы используем технологии? Посещение Ютуба для просмотра всего подряд и без конкретной цели очень отличается от посещения Ютуба, чтобы узнать, как что-то делать. Мария Хосе Аббат – один из авторов опубликованного отчета. Он называется «Влияние экранов на семейную жизнь и подростков». В нем подробно описывается конфликт между семейным временем и смартфонами, который затрагивает не только детей, но и их родителей. Это первый раз, когда родители и дети сталкиваются с той же проблемой, которая заключается в чрезмерном использовании интернета. Родители движутся к этому двустороннему состоянию, когда они являются одновременно пользователями технологий родителями. И если показывать пример так важно во всех аспектах образования, то в этом цифровом контексте это еще более важно. Чтобы противостоять разрушению личности, которое цифровая среда может вызвать у детей, эксперты предлагают развивать здоровое чувство собственного достоинства, настоящие социальные отношения и способности, которые технологии не могут помочь развить, например, навыки критического мышления. Исследования проводились с участием более 600 родителей детей младше 18 лет в Испании. Исследователи понимают, что смартфоны заменили телевизоры в качестве главного экрана дома. На смартфонах контент доступен по запросу, компьютеры используются для выполнения домашних заданий, а планшеты обычно служат детям младшего возраста.